Конференц-зал гостиницы «Москва» в Белграде оказался недостаточно велик, чтобы вместить всех, кто хотел побывать на презентации книги «Вернуться в Россию. Третий путь или тупики безнадежности» профессора, доктора исторических наук Леонида Решетникова. На презентации книги присутствовали сербский принц Александр Карагеоргиевич, потомок царской русской эмиграции, сербские и русские священнослужители, а также представители посольства России и Сербии. А книги, кроме самого автора, директора Российского института стратегических исследований, говорили митрополит Черногорский и Приморский Амфилохи, депутат Российской Государственной Думы Михаил Дегтярев и научный сотрудник доктор Петр Мультатулин. «События в России, в особенности в XIX и XX веках, происшествия, входящие корнями, далекое прошлое, не могут быть восприняты просто как социально-общественные процессы, вызванные внутренними и внешними факторами. В России разворачивается метафизическая драма, в нее проникают божественные и демонические силы. При этом, как наследница и премница Восточно-Византийско-Константинопольского царства, Россия осознавала и осознает универсальной своей миссии, что подтверждает и эта книга». В своей книге автор отвечает на вопросы о том, стало ли убийство царской семьи Романовых причиной всех последующих бед и несчастий, возможно ли возрождение России, как оно осуществится и почему России сегодня необходим третий путь. «Мои друзья говорили о значении книги. Значение имеет только заглавие. Мы должны вернуться в Россию». Патриарх сербский Ириней непосредственно перед началом презентации книги вручил Леониду Решетникову орден святого царя Константина в знак благодарности за продемонстрированную им любовь к сербской православной церкви и сербскому народу. Любовь, особенно ярко выраженную через преданную самоотверженность и труд в области углубления и укрепления отношений между сербским и русским народами. Орден святого царя Константина – величайший знак отличия сербской православной церкви. Он присуждается воистину достойным. Господин Решетников – это человек, неустанно работающий над сближением нашего народа с русским, над укреплением связи русского народа с народом сербским. Ваше святейшество – это великая большая награда для меня, для человека, который, может быть, и не заслужил ее. Но хочу сказать, что всю сознательную жизнь я старался работать для укрепления славянского единства, православного единства, особенно с сербским народом, особенно с Сербией, как страной, которая исторически связана с Россией, как страной, которая, как с народом, который так близок к России. Автор книги «Вернуться в Россию» говорит о том, что книга предназначена не только для тех, кто интересуется русской историей, политикой и общественно-социальными вопросами. Этот труд будет полезен всем, кто хотел бы проследить, как проявляется подобие между русским и сербскими путями развития в прошлом и настоящем. Это подобие включает в себя уход от веры и традиций, принятие коммунистической идеологии как новой религии, потерю национальной идентичности, доверие по отношению к новым фальшивым лидерам, суровое отомщение и убийство политических противников, репрессии, преступления, конфискацию и национализацию.